Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдем с вами испытание на Мстительного Шинака. Начнем. Я думаю, у нас первая сложность. Только бронза, только серебро и бронза, только серебро. Вашим отряд должен быть только спецназовцы, и вашим отряд должен быть Джонни Кейдж. Поэтому Джонни Кейджа мы постараемся не использовать. Окей, погнали. Первая башня, только бронза. Как обычно, начинаем с вами с бронзовой башни, с самого легкого уровня сложности. Так, сортировать. Можно мне, пожалуйста, фильтр на бронзу тогда сейчас поставить? Угу. Есть по атаке, да, все правильно. Так, на первые два матча, естественно, мы ставим с вами Они и спецназовцев. Парочку. Ну, спецназовцы нам не особо нужны, нам чисто... Нифига себе, тут сразу же идет серебряный персонаж в первой самой башне на минимальном уровне сложности. Вот это вот, кстати, сюрприз на самом деле. Чего-чего ожидать в самой первой башне серебряного перса я не мог на самом деле. Может быть, я уже и проходил на самом деле это испытание, но вроде бы нет. Вроде бы мы это испытание с вами впервые проходим. На игрока в кости шинока я точно проходил испытание, а вот на Мстительного вроде бы только-только вышло. И это хорошо, потому что я хотел испытание на этого персонажа. Хочется его посмотреть. Я не знаю вообще, старенький персонаж, либо новый. Это мне неизвестно на самом деле. Ну и второй матч, опять же, того не играем. Потом уже сменим на Джоника и за Джоника будем проходить все остальные 10 боев. Я надеюсь, что босс будет действительно хорош. Да. Надеюсь, во-первых, что у него будет какая-то уникальная способность, то есть он будет по-уникальному, собственно, драться. Так, блоки. Так, теперь аштег. Кстати, было бы неплохо, если бы они ввели босса. Знаете, с какой примерной способностью, допустим, вы можете драться против этого босса, только если, допустим, у ваших персонажей статы ниже, чем у этого босса. Это было бы круто на самом деле. Это позволило бы, заставило бы игроков играть более слабыми командами против боссов. И, как сказать, ну, это бы повлияло, естественно, и на сложность прохождения. То есть было бы не так-то просто все сделать. Так, иначе. Идем дальше. Здорово. Это у нас, у нас, как его, ящер. Здесь в каждом бою идет серебряный перс. Даже на минимальном, вот прикиньте, на минимальном уровне сложности идет каждый бой серебряный перс. Это удивительно. То есть я такое в испытаниях Mortal Kombat встречаю крайне редко. То есть, да, уже были такие испытания, где, типа, даже на легком уровне сложности есть, как бы, серебряные персы в первой башне. Но такие, знаете, я не знаю, там один или два испытания всего есть таких. И вот с шинокомстительного, опять же, показывается, что бронзовые персы, не только бронзовые, но и серебряные персы, есть в самой первой башне. Причем на минимальном уровне сложности. Я понимаю, там, если бы на максимальном, то есть на высоком уровне сложности они были, но на минимальном, очень странно, конечно. Вот так или иначе, вот, допустим, сейчас просто почему-то пошли уже снова одни бронзовые персонажи. Давайте, кстати, чуть-чуть потише сделаем, а то что-то я врубил звук как-то на полную. Не знаю, может, слишком громко. Здесь-то что, особо звуков, звуки какие, чисто звуки, как его сказать, там, ударов, звуки чуть-чуть музычки, чуть-чуть звуки этого, вот этих монеток сыпания. То есть тут звук не так уж и важен. Поэтому его можно и не выкручивать на максимум, наоборот, он тогда будет голос перебивать, будет не очень круто. Окей, погнали. У нас Они, значит, давайте мы от него избавимся первым делом. Диворка. Минус, ну и ящера добить. Блин, единственный минус у Джонни Хейджа, когда он кого-то добивает, он не успевает атаковать еще один раз, первый. Ну или не всегда успевает, то есть в зависимости от персонажа противника. И его успевают ударить несколько раз. Следующий бой, ящер, аштег Они. Опять же, чистость, бронзой идет. Кстати, я говорил, главное не использовать Джонни Хейджа и сразу же использую Джонни Хейджа. Да, конечно, это просто гениально. Ну сколько у меня там Джонни Хейджа есть? Два золотых, как минимум. Потом из Комбат Капа это четвертый, серебряный это пятый. И получается еще есть Охотник на Нежить. Поэтому этого Джонни Хейджа в принципе можно юзать. То есть у нас в принципе их должно хватить по итогу. Все равно. Кони. Уже в FPS, как мы видим, начинает потихоньку проседать. Ну так всегда. Не знаю, блин, эта игра настолько нестабильна бывает временами, что капец. Ну как временами, она все время нестабильная, да? Особенно после перехода на новый движок. Аштег Они Котль. Вот опять серебряный персонаж пошел в команде противника. Я очень надеюсь, кстати, на высокий уровень сложности, что там реально будут действительно серьезные соперники. Должно быть интересно. То есть еще раз посмотрим два Джонни Кейджа. Дублер и Вип это золотые. Потом из Комбат Капа золотой это третий. Четвертый Джонни Кейдж это у нас серебряный. И пятый Джонни Кейдж у нас получается этот, как он называется-то. Сейчас скажу. Пятый Джонни Кейдж у нас Охотник на Нежить Алмазный. Возможно, я даже, кстати, кого-нибудь из Джонни Кейджа еще забыл, но вроде бы нет. Вроде бы их всего шесть в игре по итогу. Я, по крайней мере, надеюсь, что мне хватит их. Ну, мне должно и хватить. Следующий бой Они Ящер Оштег. Окей. Давно не проходили мы с вами испытания. Сейчас сделали так, что, типа, во-первых, одно испытание удлинили, так сказать, почти в два раза. Это испытание на Суни Блэйд было из-за готовящихся обновлений. А после этого, когда выпустили следующее испытание, выпустили не через две недели. То есть, испытание на Суни Блэйд шло не две недели, а, скажем, сколько там оно шло-то получается. Чуть поменьше, то есть. И поэтому следующее испытание, которое вышло сразу же после него, новое испытание на Мелину классическую, оно было тоже достаточно длинным. То есть, оно было длиннее, чем обычное испытание. То есть, примерно, насколько там, на восемь, на девять дней где-то так оно было. Может, даже на 10 дней. Из-за того, что, типа, ну, с Sony Blade там тоже были вот эти вот терки, так сказать. В общем-то, именно поэтому у нас вот долго не было испытаний. А сейчас-то уже все, мне кажется, вернулось к колею. То есть, теперь снова вот, как вышло испытание на Мстительного Шинока, сразу же 7 дней испытания, ни больше, ни меньше. То есть, 7 дней. И вот, собственно, осталось где-то еще 5 или 6 дней до конца испытания. Мы с вами начинаем его проходить. Я обычно сразу же, как только выходит испытание, его прохожу. Потому что иначе я потом забуду вообще и пропущу все нафиг. Еще одна победа. Получаем косарик за победу. Кто у нас следующий? А следующий у нас аштег Они и Ящер. 19 уровней, пацаны. Ну, знаете, уже некоторые чуваки, так сказать, могут затанчить. Но все-таки легкий уровень сложности пока не соперники нам. Наши противники пока нам не соперники. Потому что слишком быстро отлетают все-таки, как-никак. Не могут ничего пока что противопоставить. Я надеюсь, что на высоком уровне сложности будет поинтереснее. Экс, погнали. Ауч. Осталось совсем немножко нам вещей. Буквально, не знаю, там клыки дракона и кинжалы с Абзиро еще пару раз выбить. И все. И у нас будет максимально прокаченные клыки дракона и кинжалы с Абзиро. Можно будет уже тратить монетки тогда на пропуск некоторых боев в этом режиме. Не всех, а только части. Так, они, ящер, аштег. Окей, погнали. Я думаю, я буду, знаете, какие бои пропускать? Первый, второй, третий. Пятый, шестой, седьмой. Девятый, десятый, одиннадцатый. Мы будем играть с вами тогда уже, получается, как только полную коллекцию снаряжения соберем. Будем играть бои, в которых будут награды даваться. Действительно хорошие, не только монеты. Ящер, давай-ка ты отлетишь. Дальше выходит аштег. Видите, неплохо танкуют уже парни. Да-да-да, молодец, молодец. Идем дальше с вами. Ну и последний бой. Ящер, Они и Ермак. Неплохо-то, кстати, Ермака поставить в конец. Ну вот то, что здесь делает Тони, я не знаю. Лучше бы поставили этого аштека, допустим. То есть аштег, Ермак и этот, как его? Только что Ящер. Во. Ящер, аштег и Ермак. Была бы отличная команда для последнего боя в первой башне. Действительно сильная команда, потому что и аштег бы бафнул двух других на 5% атаки, и Ящер бы на 5% здоровья бафал. А так только Ящер на здоровье бафает, и все. Не так круто получается. Так, блок. Добиваем Они. Ну и выходит Ермак. У нас последний противник. Не очень много здоровья у него. Но это оно и понятно. Они специально сделали серебряных послабее, чем они должны быть, естественно. То есть им статы явно занизили для этой башни. Но тоже, тоже пойдет. И первая башенка у нас пройдена. Получаем награду в виде небольшого количества монет, а именно 10 тысяч. Нифига себе, сколько у меня монет, кстати. Я сам не заметил, как так много накопил. Видимо, это из-за того, что долго не было испытания. И душ, кстати, тоже дофига. Только серебряные и бронзовые персонажи. Погнали. Выбираем вторую башенку и начинаем ее потихонечку проходить. Давайте создадим команду себе. Естественно, первая команда у нас будет из серебра. Ну и бронзу тоже. Тут потому что и бронзу, и серебро можно использовать. Так, возьмем тебя. Возьмем тебя. Ну, естественно, где наш аштег? Сейчас мы его найдем с вами. Аштег. Это больше всего атаки получается для этой темы. Потому что самое большое количество атаки имеет у нас как раз таки Ермак. Из бойцов внешнего мира. И вообще, не считая Кенши и не считая этого, как его зовут-то еще. А нет, по-моему, у Кенши только больше атаки, чем у Ермака. Единственного серебряного персонажа. Так, погнали дальше. Так, у нас ящер. Так, теперь Ермак другой. Ну, я не успел здесь блок поставить. Я прожимал блок, просто он не поставился. Так, снова блок. Все, победа. Проклятие уже не важно. Люблю, когда Они выходит последним. Я успеваю тогда... Как сказать? Он не успевает свою способность использовать на мне. А то, что уже по окончании матча она юзается, это уже бесполезно. Аштег Девора и Они. Опять же, кстати, во второй башне также встречаются серебряные персонажи. Но это и понятно, как бы. Они и в некоторых других испытаниях часто встречались. Ну, вот, очень редко, конечно, то, что эффект, то, что в первой самой башне серебряные персы встречались. Это прям, ну, реально такое редко бывало. Особенно на минимальном уровне сложности. Я понимаю, там еще на высоком. Но это уже говорил, да? Так, у нас Аштег. Дальше Девора. Успеет блок поставить? А, она даже не стала атаковать. Какая-то пассивная Девора получилась у нас. Ну, и добиваем Они. Уже можно будет поменять сейчас команду на Скорпа. Так вот, почему я выбираю именно с Аштегом и с Катальканом? Потому что Каталькан дает плюс 15% всем бойцам внешнего мира в отряде к атаке. Аштег дает еще 5%. То есть, по итогу, плюс 20% в к атаке всем представителям внешнего мира в отряде. Так, следующий боец. Давайте выберем Скорпиона. Также добавим ему в команду каких-нибудь двух пацанов. Я думаю, это будет Сабик. И еще я возьму Монаха, да? Да, возьму Монаха еще. Пусть будет вот такая вот команда. Мне, в принципе, все устраивает. Погнали в бой. Они, Каталькан, Ящер. Блин, они добавили хоть это их новые, так сказать, превьюшечки из МК-11. Да, то есть, вот это вот, как ее... Блин, как же тебя зовут? Вот эту вот девушку, как же ее зовут-то, блин? ССССС, не помню. Синдал, не помню, блин. Как же ее зовут-то? Вроде не Синдал. Синдал это другой персонаж. Как же ее зовут-то, блин, а? Сейчас буду вспоминать полтора часа. Это вот баба, которая сделана из крови, как бы, с Шао Кана, или как там называется-то. Главное, несколько дней на слуху вертелось, вертелось, вертелось. Вроде говорил, вроде не один раз даже повторял ее имя. И вдруг ни с того ни сего, бац, и забыл резко. Ну, капец вообще. Наверное, это мой любимый вообще из всех вот этих вот девушек-ассасинов, как говорится. Ну, она мне больше импонирует, так сказать. Своим стилем ведения боя, своим харизмой и так далее. Окей, идем дальше. Да вообще, кровь это круто. Хаос поглотит нас. Хорн тащит. Кабол, да. Текст. Что ж такое-то с горлом-то опять. Следующий бой. Они, рептилия и Оштег. Окей, не вопрос. Сейчас разберемся с ними. Мы уже до Талова, как бы, как вы понимаете, идем этой командой, то есть за Скорпа. Надо не забыть только, что не надо использовать пятого Джонни Кейджа, то есть Серебряного, в третьей башне. Надо будет заменить его кем-нибудь. Скорее всего, я возьму вместо него какого-нибудь там Джакса. То есть, один Джакс у нас пойдет в команду вместе с Сони Блейд и Кесси Кейдж, а второй Джакс пойдет у нас в команду вместе с... Как его? С Кенши и с Кудзинем. Я думаю, нормально будет. Следующий бой. Они, Девора и Ящерка. Окей. Блин, я же соскучился, на самом деле, по испытаниям. То есть, казалось бы, вроде бы одно и то же, но, блин, я сейчас получаю такое, можно сказать, некоторое эстетическое удовольствие от прохождения. Конечно, не так, что прямо, о боже, как же ждал я испытаний. Как мне так и нравится проходить эти испытания. Но, в целом, да, мне уже, как бы, я немножко соскучился по этому. Давайте минус Ящер. Блин, не добил немножко. Хорошо, что она медленная, я успею ее ударить еще раз. Сколько, интересно, у нас лямов будет? Я думаю, полтора ляма. Нифига себе, мы задолбаемся открывать паки за 70 тысяч, конечно, на обзорчике. Естественно, будет обзорчик на Шиннока. Кстати, с замстительного Шиннока я очень мало играл, поэтому будем вместе с вами его, так сказать, пробовать. Я вот именно, допустим, за игрока в кости играл достаточно много, а вот за замстительного я не так, чтобы много играл. Поэтому посмотрим его вместе. Даже не помню, я вроде не проходил даже на него испытания. То есть, реально, вот как-то так получается. Хотя персонаж сам по себе очень классный. Он, по-моему, как-то бафает даже команду. Кстати, забыл сказать еще, Мстительный Шиннок это один из единственных персонажей, который является... Точнее, нет, наверное, не так. Это единственный персонаж испытания... Нет, не так, блин. Как бы это так выразить? Мстительный Шиннок это персонаж испытания, который имеет большую атаку. То есть, он единственный, кто имеет вот такие вот показатели атаки при стандартном своем усилении. То есть, у него самая высокая атака среди всех персонажей испытания золотых. И вообще, наверное, среди всех золотых персонажей у него самая высокая атака. По-моему, я сравнивал. Конечно, я на все 100% утверждать это не решаюсь, так сказать. Но, по-моему, по-моему, когда я вот сравнивал, когда еще, как бы, было до обновления вот этого глобального, когда всех персонажей алмазными сделали, у Шинока была самая высокая атака. Именно у Мстительного. Поэтому, это да. Этот персонаж самой высокой атакой будет, если мы его прокачаем до 10-го слияния среди золотых, скорее всего. И это будет прикольно. И это будет реально круто. Прикиньте, ему еще молоднево дать, и он будет просто разрывать все и вся. Идем дальше. Следующая битва Ящер, Ептилия и Они. Это девятый бой у нас уже. То есть, осталось всего 4 боя. Девятый, десятый, одиннадцатый, девятнадцатый. Нормально так идет, да? Ожидаем загрузки. Рейден у нас что-то загружает, как всегда. Блин, добавьте уже поскорее вот в эту Кровавую Барышню и этого, и Кабола. Очень хочу видеть их в игре. Особенно вот этого вот еще одного Ассасина. Мне кажется, она будет Ассасином следующим. То есть, есть команда Ассасинов, но она не полная. Там всего 2 Ассасина, точно так же, как и в команде Комбат Капа. Я жду, что Люкана какого-нибудь добавят, я не знаю, там из Комбат Кап. Либо Кэсси Кэйдж сделают из Комбат Кап. Тоже неплохо было бы. Но мне кажется, Люкана добавят, если добавят кого-нибудь. И также надо еще, получается, третьего Ассасина. А третий Ассасин, я думаю, будет как раз-таки вот Кровавая Барышня. Я все время забываю, как ее зовут. Набор снаряжения в магазине дает вам 3 карты снаряжения. Каждый персонаж может использовать карты снаряжения для усиления. Да, на этом курсе. Эти наборчики мы с вами, естественно, в обзоре обязательно откроем. Понадеемся, что нам хотя бы выпадет хоть одна карточка. Если одна карточка выпадет, хотя бы Кинжалы, либо Клаки Дракона Гора, я буду так счастлив, то есть, серьезно, эти две карточки, вот именно Клыки Дракона Гора и, получается, Кинжалы Саб-Зиро, они падают реже всех остальных, особенно Клыки Дракона Гора. Я думал сначала, что Кинжалы редко падают, но после того, как я прошел испытания на Саб-Зиро Холодную Войну, да, тогда еще Саб-Зиро Холодная Война не был алмазным персонажем, он был персонажем испытания золотым, сейчас он стал уже алмазным, вот. И на него было испытание. Когда я прошел на него испытание, за, не знаю, там, за полтора или даже за два года, я первый раз получил тогда Кинжалы Саб-Зиро. И несмотря на то, что у меня были уже почти все карточки экипировки были прокачаны до десятого слияния, и вот только вот Клыки Дракона Гора и Кинжалы Саб-Зиро, и еще там пару карт, типа Амулета Эрмака, Бензопила, Маска Джейсона Вурхиза, Маска Элементаля, Земли этого, как его, Тремора и прочее. В таком духе вот таких карт у меня тогда еще не было. Клыки Дракона Гора вообще были, по-моему, четвертого тогда. А Кинжалы Саб-Зиро, может быть, не знаю, там, шестого слияния были. Вот, и на тот момент, а все остальные были, короче, десятого уже слияния карточки, и на тот момент у меня не было ни одной карточки Кинжалов Саб-Зиро. И только после того, как я их выиграл с испытания, они начали падать из набора снаряжения. Причем падать достаточно часто. Хотя до этого не падали вообще ни разу. Это очень, конечно, меня удивило. Так что, я думаю, Кинжалы мы апнем быстрее, чем Клыки Дракона, потому что они выпадают по, так сказать, по статистике чаще. Но вот в последнее время почему-то Клыки стали чаще выпадать, чем Кинжалы, опять же. Может, мне просто повезло так, не Кинжалы, и теперь они не будут полтора года мне выпадать. Но, ничего, в этот раз у нас очень много монет. Нифига себе, у тебя броня тут. Ну, смотрите на его жир. Ну, сколько он жирный. Я даже против него первый спецприем использую. Не хочу сейчас дефицит и терпеть его спецприем. Лучше вот так вот быстренько закончим. Смотрите, меня даже на минимальном уровне сложности заставили использовать спецприем противники. Потому что, ну, Ермака было как-то неадекватно много здоровья на самом деле. Я, конечно, понимаю, что это один из последних боев был, но так или иначе. Точнее, это был вообще последний бой. 20 кусков получаем. Итого 1250 есть. Погнали до третьей башни. Только серебро. Итак, третья башенка. Только серебряные персонажи. Погнали. Нажимаем создать. Выбираем теперь уже только один фильтр. Нам бронзовый фильтр больше не пригодится. Поэтому можно его отключить. Ну, и выбираем себе команду. Я думаю, начнем мы, как всегда, вот с такой вот команды. Китана. Коталь. И, естественно, Ермачевский. Интересно, почему, когда они добавили Китану, они написали, что она типа классическая? То есть, могли бы просто, знаете, добавить Китану, и так как это серебряный персонаж, не давать ему никакой, как его назвать-то, не давать ему никакой приписки. Хотя, с другой стороны, наверное, они так сделали, потому что все другие персонажи серебряные, это типа персонажи из МК-Х. То есть, действующие персонажи. То есть, тот же Саб-Зиро, типа, кем он является. А классическая Китана, она, скорее всего, не из той уже эпохи, а чисто вот классический скин Китаны. Именно поэтому ее назвали именно классической, потому что в МК-10 она не выглядела вот так, а выглядела, как, допустим, та же Китана Скорбная, там, или типа того. Девора, Ермака, Талькан. Погнали. Второй бой за эту команду. Потом уже поменяем себе, естественно, всех. За Ермака мы только первые два боя доигрываем. И все, и забываем вообще об этих персонажах серебряных, которыми мы играем сейчас. Переходим уже на других. Загрузилась, наконец-то. У нас с вами Деворка против нас. Давайте мы от нее избавимся. Не успел блок поставить, к сожалению. Так, минус Коталь, ну и Ермака. У нее, кстати, почти такая же команда, как у нас была, только за исключением одного Перса. Или у них тоже Китана была? Да нет, вроде бы не была Китана. Ну все, теперь заменяем уже отряд. Нажимаем Создать. Выбираем себе персонажа в качестве основного КСС. Также выбираем себе Соню Блейд. Ну и, естественно, также мы выберем, я не знаю, там Джакса, допустим. Окей. Погнали в бой. Коталь, Рептилия, Ермачевский. И вот уже команда будет играть у нас пять боев. После этого перейдем на команду из Кеншика, нашего Кенши, Кудзиня. Ну и возьмем еще одного Джакса, наверное. Потому что это единственный, по-моему, спецназовец, который у нас остался. Из тех, которых мы можем использовать. Джонни Кейдж нам просто пригодится еще в последней башне. У нас шесть Джонни Кейджев, как я понимаю. И пять из них придется использовать для прохождения последней башни, чтобы зря души не тратить на восполнение энергии. Иекс. Блин, из-за этих небольших лагов, которые постоянно происходят, у меня, я не успеваю ударять противника. Окей, окей, идем. Давай, давай, грузи, грузи. Не тормози. Следующий бой. Ермак, Девора, Рептайл. Окей, окей. Блин, как же ее зовут. Вот прям выпало из головы. Вот сколько не пытаюсь сейчас, вспомнить не могу. Помню, что что-то там с буквой С связано. Но не Синдал. Синдал это другая барышня. Тоже из МК, но это, знаете, такая, которая с белыми волосами, в фиолетовом костюме, она еще вопила там постоянно громкая. Так, а вот как же эту-то зовут? Так, следующий бой. Во-первых, получим 6 тысяч кусков монет. И идем дальше. Девора, Коталь и Ермачевский. Уже, кстати, по окончании этой башни нам выдадут не монеты, а души. И после этого будут уже выдавать души во все промежутки, за исключением последнего боя в четвертой башне. Там должны дать пакетч серебряный. Достаточно бесполезный для меня. Единственное, что там может быть полезного, это спецприемы 3 для золотых персов, либо же карты повышения уровня. Это единственное, что там может быть из полезного. Все остальное практически бесполезное. Либо превращается в монеты, либо вообще ни во что не превращается. И просто лежит у меня на складе тоннами пачками. Такие штуки, как, допустим, первые, вторые спецприемы серебряных и бронзовых персонажей. Также третьи спецприемы серебряных персонажей. И также первые и вторые спецприемы золотых персонажей. Потому что у меня и первый и второй спецприемы абсолютно у всех видов персонажей. То есть и у бронзовых, и у серебряных, и у алмазных, и у золотых. Они уже вкачаны на максимум. То есть первые и вторые. У меня только не вкачаны третьи спецприемы, потому что я их не использую практически никогда. Я их вкачиваю только тем персонажем, кто у меня достигает 60 уровня 10 слияния. Вот им я железно, так знаете, беру и вкачиваю 10, при 10 слиянии и 60 уровне, вкачиваю им, получается, третий спецприем на максимум. А знаете, у меня такое, типа, повышение, повышение до элиты, так сказать, идет. А всем остальным я не особо запариваюсь насчет их рентгена, так и так далее. Потому что если, ну, нету смысла вкачать рентген-атаку тем персонажем, за которых я, во-первых, не так часто играю, а во-вторых, не использую практически никогда и вообще рентген-атаки. То есть единственное, это может быть, вот, используя рентген-атаки, допустим, в отряде с Шаоканом, если используется Шаокан с молотом гнева, с шлемом, и, скажем, какая-нибудь скорбная китана там. Или, я не знаю, используется кто-нибудь, кто там еще бафает-то Шаокана, я даже не помню. Вроде бы никто, да? Из внешнего мира больше. Или там, допустим... Нифига себе, ты перебил мою атаку, конечно, жесткая. Или там, допустим, знаете, в команде с Кенши-старшим богом, и я добавляю ему молот гнева, и также добавляю еще в команду Скорпиона, вот этого, знаете, порождения ада, и еще получается, как его называют-то... Давайте создадим сначала новую команду. Это у нас, как я говорил, Кенши, вот ты и вот ты. Все, погнали в бой, и буду дальше думать, о ком я там говорил уже. Так, 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 сейчас у меня сбился с мысли, сейчас я вспомню. Да, вот с рентген-атакой, то есть вот и Шаолиня Кудзиня, то есть еще добавляю, они дают, как сказать, две с половиной шкалы всему отряду силы. Также можно, допустим, использовать, я не знаю, там, фокус со шляпой... Не фокус со шляпой, как его, кунг-лау-призрак. Во, кунг-лау-призрак можно использовать того же Скорпиона, да, из преисподней. Это еще раз будет две с половиной шкалы силы, и, собственно, любому персонажу из преисподней, также, если добавить молот гнева, можно сделать три шкалы силы в самом начале матча. Вот тогда рентгены можно использовать. Тогда я этим персонажем могу и вкачать, как бы, рентгены. То есть у меня они вкачаны вот как раз-таки у Скорпиона из зада вот этого, как он называется, да. И также вкачаны у Шаолиня Кудзиня, у Кенши. Ну, у кунг-лау я, по-моему, не вкачивал третий спецприем, потому что я за кунг-лау почти не играю. У меня достаточно низкого слияния еще. В принципе, ну, как-то так, да. То есть им, может, и стоит, как бы, вкачать третий спецприем. Ну, а так-то все другие персонажи, они просто не успевают накопить третий спецприем, и гораздо выгоднее бывает использовать именно второй или первый спецприем. Конечно, есть исключения. То есть если очень сильно, там, с крутой экипировкой против вас Джейд выступает, да, она еще меняется, еще и хилится, как, я не знаю, каким-то там образом интересным. И другие два персонажа достаточно сильные. Тогда, да, тогда, может быть, и стоит, как бы, рентген-атаку использовать. Но, опять же, если вы используете рентген-атаку, даже при первом уровне она достаточно много отнимает, и противник, скорее всего, уже к тому времени, когда вы накопите третью школу сил, и так потеряет достаточно много здоровья. Так что, да, Джейд, Джейсона Вурхиза не остановили. Ну, в общем, единственные два персонажа, против которых стоит использовать рентген-атаку, это вот как раз-таки Джейсон и, как его... А, еще, может быть, этот, Китана какая-то, как и Ассасин вроде бы, да, она тоже умеет уворачиваться, если я не ошибаюсь. Тоже мерзкий, мерзкий персонаж. И вот это вот еще, кстати, тоже можно использовать против вот этой вот бабы, против Джейд, рентген-атаку. Но это уже, знаете, это уже выборочно, то есть против нее можно и первый, и второй использовать. Она как бы не уворачивается, просто в нее очень сложно попасть обычными ударами, она постоянно замедляется, постоянно бьет вас, и очень больно бьет причем. Даже блок ей не помог. Давайте избавимся от Ермачевского. Дальше Коттель идет. Ну, это было легко. Как бы первые три башни вообще никаких проблем не вызывают. Мне вот интересно, если мы увидели с вами серебряных персонажей в первой башне, будут ли золотые персонажи на минимальном уровне сложности в четвертой башне? Очень интересно узнать. Но так или иначе, мы совсем скоро это уже узнаем. Буквально пару боев осталось до конца третьей башни, и будем уже переходить к четвертой. Ожидаем загрузки, как всегда, очередной. Угу, наконец-то. Погнали дальше. Здорово, Коттель. Дальше Диворка. Эй, давай поаккуратнее ты будешь, окей. О, попал, все, труд. Два удара, и его нет, можно сказать. Потому что попал добивающим ударом. Он наносит в три раза больше урона, чем обычный удар. Поэтому мы его и добили так быстро всего за два удара. Сначала Х2 урона нанесли, а потом Х3 вторым ударом. Ну все, последняя команда. Это у нас внешнемировцы. То есть, опять же, тот же Ермак, тот же Ящер. Или, точнее, не Ящер, а Кокворептайл. И, по-моему, там Коттель еще был. То есть, отличная команда внешнего мира. Или там не Коттель был? Ну, сейчас увидим так или иначе. Я надеюсь, что там был Коттель. Потому что хочется сразиться действительно с сильной командой внешнего мира. Конечно, на минимальном уровне сложности мы их даже не почувствуем. Как вы понимаете. Восстановление здоровья у противника. Пожалуйста, не ставь блок. Я тебя очень прошу. Засранец. Да, это команда внешнего мира. Отличная команда внешнего мира. Среди серебра именно. Так, блок. Все, победка. Ну, видите, они ударяют меня и даже нисколько не отнимают. У меня даже колонка вот с моим здоровьем, она даже не двигается. То есть, ну, вы сами понимаете. То есть, это минимальный уровень сложности. Здесь никаких проблем с этим не может быть. Получаем награду в виде небольшого количества душа. Именно 35. Ну и погнали. Следующая башенка у нас. В вашем отряде должны быть только спецназовцы. Четвертая башня. Погнали. Погнали. Четвертая башенка перед нами стоит. Погнали, 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 погнали. Только спецназовцы. Я не буду в этот раз заморачиваться. Использовать, знаете, всех подряд. Я просто включу сейчас фильтр на спецназовцев. Окей. Также, не знаю, нужны ли нам серебряные фильтры. Я думаю, нет. И будем использовать спецназовцев, которые у нас не входят в, собственно, в самых сильных наших бойцов. То есть, первых четырех не используем. Остальных можно юзать. Итак, первая у нас получается Касси Кейдж. Да? Секретность. Ну, давайте ее используем. Ну, и также каких-нибудь двух других спецназовцев, которые нам не нужны, но не Джонни Кейджей. И не серебряных, и не бронзовых персов. Давайте уничтожение Соня Блейд и спецагент Касси Кейдж используем. Такая вот у нас будет первая команда. Кстати, нифига себе, у меня уже секретность Касси Кейдж седьмого слияния. Хотя, вроде, по сути, уникальный персонаж. Так, Девора, Рептилия, Котталь. Погнали в бой. Нам чисто на два боя надо сыграть за эту тему. Давно не играл я за нее, знаете ли. Хорошо, что у нас она высокого слияния. Хоть немножечко за нее поиграем. А вот Скорпион Инжастис, ой, не Инжастис, а как он? Или Скорпион Инжастис, я уже не помню точно. Ну, короче, Скорпион, уникальный который, он, по-моему, Инжастис или не Инжастис? Да, вроде Инжастис. Только первый Инжастис, Скорпион. Он у меня, получается, низкого достаточно слияния, потому что его чуть никак нету в магазине. А вот Кесси Кейдж и Робокоп... Не Робокоп, а как ее? Джеки Брикс, короче. Кстати, под прикрытием... О, они переименовали, и теперь она называется под прикрытием. Раньше она была секретность, теперь она под прикрытием. А на карточке она тоже написана под прикрытием или секретность все-таки? Давайте проверим. Сейчас увидим. Нет, секретность написана. Удивительно даже. Тут по одному, там по другому. Интересно, они когда-нибудь сделают испытания на эти персонажи, как сделали это, допустим, с классической Мелиной. Но я не понимаю, зачем они вообще сделали испытания на классическую Мелину, как бы... Если это достаточно уникальный персонаж, он выбивается вот из этого. Из... Войн фракций. А так теперь его можно везде. То есть и в испытаниях, и в паках, которые выходят время от времени теперь. И в Войнах фракций. То есть не настолько стал уникальным персонаж, как был раньше. Раньше он был действительно уникальный, и сейчас он будет практически у всех. Так, ну ладно, мы сыграли с вами пару матчей за нашу, так сказать, Кесси Кейдж. Этого достаточно. Сейчас возьмем более другого уже, прохаванного перса. Нажимаем создать. Выбираем себе новых пацанов. Так, теперь это будет у нас, я не знаю, давайте возьмем Рейдена. Давайте возьмем Кесси. Почему бы нет? Ну и возьмем еще, естественно, следующего по силе персонажа. Это у нас Соня Блейд. Ее берем. Окей, погнали в бой. Кстати, алмазная команда у нас получается забавно тогда. В последней же команде нам нужно будет использовать, не эти, как его, Джонни Кейджей. Жалко, что я так и не успел докачать Джонни Кейджа Охотника на Нежить до 10-го слияния. Хоть и очень часто его выбивал в Войнах Фракции, он мне падал постоянно. Когда еще золотым персонажем был. Погнали. Первый Ермачевский у нас. Блок. Не хочешь бить? Да, вот всегда так. Только отпустишь блок, он сразу начинает вдруг не с того ни с сего бить. Господи, ФПС, вернись, пожалуйста. Че так тебе так мало очень? Очень мало тебя на самом деле. Ты-ка знаешь, с чем это связано. Иногда ФПС почему-то просто куда-то пропадает, и непонятно из-за чего это связано. То есть, вроде телефон не сильно нагрелся. Вот сейчас вот на данный момент. Вроде бы как бы перезагружал я его достаточно недавно. То есть, игра просто иногда ведет себя очень странно, мягко говоря. Ну, ничего не поделаешь, че. Потерпим тогда. Заряда вроде тоже дофига. То есть, фиг его знает, с чем это связано. Я думаю, это, скорее всего, из-за программы записи. То есть, обычно я же не записываю. Когда играю. А в запись Йона не очень хорошо себя чувствует, потому что достаточно производительный движок этот. Unreal Engine 4. И очень кривой, к тому же, при всем этом. Еще эти дурацкие брони, наверное, достаточно много, неплохо нагружают телефон. Окей, пять душ получаем. Наконец-то уже души дают. Да, хорошо. Замечательно. Следующий бой. Этой командой мы играем все пять боев. Потом уже выбираем последнюю команду. И последней командой тоже играем пять боев. Я думаю, вы понимаете, как это у нас будет работать. Последняя команда у нас будет, по-моему, если не ошибаюсь, кто там у нас после Соньки-то идет-то. Я уже забыл. Джакс вроде бы, да, если не ошибаюсь. Алмазный. Или Джакс у нас послабее идет. Кстати, еще у нас скидоны на набор Холодной войны в магазине. Поэтому, возможно, мы с вами наборы Холодной войны возьмем, а не наборы за 400. Все-таки на алмазных персонажей иметь скидку в 100 душ очень даже неплохо. Так-с, давайте мы от Котеля избавимся, я думаю. Победка. Да-да, молодец, молодец. Следующий бой. Погнали. Котель, Девора, Ермак. И да, кстати, в четвертой башне нас не встречают золотые персонажи, как мы уже это поняли. Я надеялся, я надеялся, что раз уж они сделали в первой башне серебряных персов, то и в четвертой мы встретим с вами на минимальном уровне сложности уже золотых персонажей. Ну, зря надеялся, что я могу сказать. Это один из минусов, почему я не люблю легкий уровень сложности в этой игре. Во-первых, нету никакого челленджа, то есть все проходится очень, крайне легко. Во-вторых, мне не нравится минимальный уровень сложности еще тем, что... Так, давайте мы избавимся от Котеля. Что очень много однотипных боев. То есть первая, вторая, третья и четвертая башни вы играете, по сути, против одних и тех же персонажей. Бронза и серебра. То есть золотые персонажи появляются только в самой последней башне на минимальном уровне сложности. На высоком же уже в четвертой башне уже начинают появляться золотые персы по большей части. Конечно, есть испытания, которые самые-самые старые испытания. Там в четвертой башне даже на высоком уровне сложности не появляются золотые персы. То есть вы играете и на минимальном, и на высоком против серебра первые четыре башни. Хотя я бы на месте разработчиков сделал бы так, что, допустим, первая башня бронзовые персонажи, вторая башня бронзы и серебро, третья серебро, четвертая золото и пятая была бы с алмазными персонажами Ну, хотя это было бы жестко достаточно для новичков, но все равно, мне кажется, было бы круто Хотя нет, алмазных персонажей, если ставить в испытаниях, то тогда и наград должен быть алмазный Потому что если за золотую, так сказать, карточку драться с алмазами, это, ну, очень странно выглядеть будет Это последний бой у нас был за Соньку или еще нет? Или еще один нас ждет впереди? По-моему, это был последний, если не ошибаюсь Я могу ошибаться Да, я не ошибался Давайте мы заменим команду, теперь поставим себе новую команду Джакс Брикс, не, смотрите-ка, Джакс Брикс посильнее будет Сони Слияние у них примерно одинаковое Итак, поставим себе кого-нибудь еще в команду, пусть это будет Скорпион спецназа, пусть это будет Токеда В принципе, нормальная команда Погнали в бой, Рептилия, Ермака, Девора Этой командой мы уже играем до конца, то есть проходим эту башню Сейчас нам еще, кстати, душ дадут за прохождение этого боя, если я не ошибаюсь Так как все-таки это у нас получается уже восьмой бой Было бы неплохо получить души Жалко, что за двенадцатый все равно дурацкий серебряный пак дают Хотелось бы, чтобы просто душ давали А раньше, когда у меня еще не были все персонажи серебряные прокачаны на максимум Я думал, ооо, круто, хорошо, что мне в воспитании выпадает пак Правда, с тех пор, когда у меня половина персонажей прокачалась до десятого слияния Мне очень часто повторки выпадали, мне это раздражало немножечко Красиво, кстати, быстро достаточно справился Буквально никто блок даже не ставил И каждая комбо проходила у нас на смертельный удар Это круто Получаем небольшое количество душ, как я и говорил, за восьмой бой Идем дальше А дальше у нас Ермак, Девора и Коталь Ждаем, как обычно, загрузку полуторачасовой карты Ну давай, давай уже, загружайся, игра Кстати, очень хотелось бы, чтобы они бы еще арен добавили новых Очень-очень хочется Потому что, ну вроде бы, дофига всего добавили А вот арен новых нету из МК-11 Очень хотелось бы увидеть арены из МК-11 Прям такие вообще капец как Хоть бы какое-то разнообразие привело в, так сказать, внешний вид игры То есть, пока что вот они вроде бы и сменили движок Вроде бы и персонажи перерисовали Но с небольшим количеством времени, которое прошло после Вроде бы кажется, ну вроде бы-то ничего не изменилось практически Ну кроме лагов, багов, вылетов Хуже все стало работать, да, на новом движке Плюсов я у этого движка, на самом деле, не вижу Зачем они вообще решили перевести с третьего на четвертый? Для чего? Тайна, покрытая мраком Главное сам МК-11 на третьем У Нуреал Инджайне Модифицированном А этот на четвертом Зачем-то сделали, непонятно для чего Мобильный Давайте первый спецприем используем Какого хрена серебряный персонаж вообще здесь делает? А, да, это же четвертая башня Опять же забыл Минимальный уровень сложности Четвертая башня серебряные перцы Я уже просто мне показалось, что я уже прохожу пятую Настолько я залип прохождение, так сказать Ежедневные задания Надо будет, кстати, открыть набор И получить, собственно, последнюю награду Именно награду за вход в игру вечером И за открытие двух наборов У меня тогда будет еще, получается, плюс три души И небольшое количество монет Там косарь или типа того За наборы Рекламку я уже сегодня посмотрел То есть у меня сейчас максимальное количество душ Которое вообще может быть у меня На задания я персонажей сегодня отправлять не стал Потому что они мне потребуются в прохождении испытания Но после того, как пройду, наверное, отправлю На небольшие, так сказать, задания их Ауч Для этого надо еще пройти испытания Особенно на высоком уровне Там-то уже будет похардовее Экс минус котль Давайте мы используем первый спецприем Добьем Девору Не знаю, что мне не нравится Он достаточно долгий Анимация долгая И вот эти вот кружки даже когда исчезают В принципе, еще нужно ждать некоторое время Пока он нанесет удар Молодец, молодец Либо надо очень быстро нажать на все кружки А я кривой немножечко Ну и последний бой Рептилия Ермака Девора Так и не встретили мы ни одного золотого персонажа в этой башне Ну и понятно, почему Но надеюсь, что хотя бы в последней башне Нас действительно обрадуют золотыми персами Ну, противника, естественно Надо было, кстати, убрать фильтр на серебро и бронзу Потому что они мне мешаются, когда я экипирую персонажей Так, спецприем 1 отключен Неприятно, кстати, то, что именно первый спецприем отключен Не получится добить, так сказать Первым спецприемом последнего персонажа противника Хватит блоки ставить И хватит меня бить уже Нифига себе, ты жирный парень Давайте тогда вторым ее добьем Почему бы нет? Ой, что-то я отпустил в последний момент Не вовремя, да? Молодец, Джакс Джакс у нас справился Ну а мы идем с вами дальше Дальше, дальше Только вперед Пятая башня Осталась последняя башня Также давайте получим набор бесполезный По большей части Хотя бы дайте карточку нового уровня Хотя бы одну карточку нового уровня Было бы неплохо Итак, смотрим Спецприем 3 О, кстати, ну это полезная Более-менее, по крайней мере Хоть когда-то пригодится Так, плащи Это абсолютно бесполезная карточка Это тоже абсолютно бесполезная Просто превращается все в монеты Ну хотя бы не дали первого, второго Спецприема никаких карточек Это уже плюс Потому что первый и второй спецприем Ну и также третий спецприем для серебра Они мне абсолютно не нужны Игра, что с тобой не так Нет, все нормально Загрузилось Погнали Пятая башня В вашем отреале Должен быть Джонни Кейдж Выбираем, собственно, пятую башенку И погнали тащить Джонни Кейдж Джонни Кейдж Джонни Кейдж Давайте я уберу фильтр На всякий случай Точнее, наоборот Поставлю фильтр на серебро На алмаз и на золото Потом, когда нам понадобится серебряный Джонни Кейдж После первых двух мы с вами снова включим фильтр на серебро Так, погнали Первый бой Так, я забыл еще один фильтр Сбросить на спецназ Окей, все, теперь готово Итак, смотрим, кто у нас будет участвовать Так, Шаокан у нас будет финальный боец Также мне понадобится Гора, наверное Так, Джонни Кейдж Комбат Кап Мне также понадобится потом Давайте мы пока возьмем Кто тут у нас самый слабенький Так, Кенш, Кенш, Кенш Гора начнем, наверное Или не Гора, подождите Да, наверное, Гора пойдет у нас самым первым Ну и пару персонажей мы еще дадим Пусть это будет, я не знаю Там рептилия ловкий Пойдем, так сказать, опять же С самого низа Окей, погнали в бой На три боя Как обычно Рейдон Дон Дон Загружает нам новую карту Блин, кстати, очень мне понравился Харизматичный персонаж был Рейдон в начале МК-11 То есть, когда именно он вот такой был Мне он очень понравился Как персонаж То есть, да, возможно, он был такой, знаете, немножко злой Но он был, как сказать-то Необычный такой То есть, он был Харизматичный, реально Мне кажется, таким Рейдон и должен был быть Изначально вообще Потому что он все-таки старший бог, как никак А то вот это вот, знаете, добро, добро О, типа Типа вот это вот Как-то странно он себя вел Нифига себе, жестко Я в него попал по каким-то непонятным траекториям Из-за того, что у меня Третий спецприем Точнее, третий добивающий удар Имел два удара Походу Следующий бой Китана, темная императрица Неудержимый Джейсон Ни хрена себе Тут золото Ой, это алмазы встречаются, что ли В последней башне Вот это жестко Мне кажется, они здесь что-то не доглядели Потому что Скорее всего Эти вот Персонажи Они были в этом испытании Но они были не алмазными Они были тогда еще золотыми И они опять же забыли поменять их Заменить их Так сказать В этом испытании Они еще, знаете, бывают Иногда делают так, что На минимальном уровне сложности Они не меняют Да, допустим Алмазных персонажей не убирают А на высоком уже убирают Это так смешно выглядит Давайте погнали Темная императрица Китана Игрок Костя Шинок выходит Господи ФПС ты куда? Вернись, пожалуйста ФПС вернись Я все прощу Да вы что, издеваетесь? Такой сильной просадкой ФПС была только что Так, а вот против этого Спецприема использовать нельзя Можно мне не делать так Вот с ФПСом Спасибо большое Вернулся Куда-то уходил у меня ФПС Ох Молодец, молодец Очень громко, кстати Говорит Гора Не знаю, с чем это связано Только Гора так говорит громко Но может еще какой-нибудь Перс один есть Который тоже громко говорит Но все остальные говорят Типа нормально Ну и последний бой Джакс Брикс Темный рейд Блин, каждый бой Против двух алмазов Играем Серьезно просто Офигеть Ожидаем загрузки Как всегда Очередной карты Загрузилась Погнали в бой У нас получается Джакс Брикс Призрак Первый Ну естественно Заблокировал Еще ударит меня Сейчас ответ Еще убежит Может быть Я хотел, что Джаксы Некоторые убегать любят Очень быстро Так сказать Так, минус алмаз Ну и осталось Золотого рейдена Добить Все, победа Очень классный Кстати, уникальный Такой персонаж Этот темный рейден У него У единственного пассивка Ну не у единственного Но вот именно С истощением силы И естественно С различными эффектами Другими Как бы иммунитет Обратное действие Это очень круто Давайте я заменю персонажей Опять же Поставим себе Шляпа Кун Лао Второго Джонни Кейджа Уже Випа Получается Который Сильнее во всех Показателях Чем Дублер Или нет Или да Неважно И так же Поставим себе Следующего Персонажа Пусть это будет У нас Фарон Ермак Да, вот как-то так Погнали Кошмар Фредди Крюкер Кракен Рептилия Ядовитая Девора В бой Дальше, наверное Сыграем за команду Двух комбаткаповцев Плюс еще Какого-нибудь левого чела Добавим А кто у нас еще остался Кроме команды Комбаткаповцев А, да Точно Чуть не забыл Команда Шалкана Совсем Совсем Уже забываю Все Это мы сейчас За какую команду Уже за вторую играем Да? Да За вторую Потом еще А еще одна команда Тогда за кого? А, не важно Просто не важно За Триборга Я вспомню Экс Минус Кракен Дальше Первый стец Ну, естественно Ты мне не дашь это сделать Конечно же Ты мне этого сделать Не дашь Интересно Когда будет новая луна? Очень хотелось бы Увидеть новую луну А что если она уже началась И что-то не проверил В заданиях После выхода испытания Не проверил задания На луну Было бы очень интересно Узнать И охоты за реликвий Тоже очень долго нету Я очень надеюсь Что она в скором времени Появится Но луну уже Очень сложно Проходить стало Скажу честно То есть Нереально сложно То есть Мне приходится тратить Порядка полутора косарей Ну ладно Может не полутора Но около косаря душ Мне приходится тратить Просто для того Чтобы проходить испытания Ну не испытания Эти задания Чтобы зарабатывать глазики Загрузилась Погнали Случайная замена Неприятно Ну ладно Давайте-ка начнем Мы с бога крови Коттеля Так и первый спецприем Пошел уже на кану Так и не успели Нам заменить Никакого персонажа Хоть и грозились О случайная замена Тут есть Ничего подобного Ермачевский У нас тащат Получаем небольшие Небольшую награду В качестве небольшого душ Количества И 1403 уже есть Дух Ермак Пронизывающая Мелина И ядовитые рептилии У нас следующие И последние Для этой команды Потом я думаю Мы поставим с вами Ну давайте Триборгов все-таки Хочу Триборгов И Ну не Триборгов Не всех Триборгов Я имею ввиду Одного Триборга Одного Джонни Кейджа Серебряного И еще возьмем Этого Как он получается Называет себя Сейчас скажу Какого-нибудь перса Левого То есть Мне не важно Какого там Третьего брать Мне главное Чтобы Джонни Кейдж Был И атакующий персонаж В команде А остальное Это все пофигу Дух Ермачевский Минус 1 Не успел Поставить блок Опять же Минус ты А сейчас опять Не успею Поставить блок Видите Я даже Не успеваю Прием не успеваю Поставить Не блок Поставить Нет Чел Тебе не поможет Твой блок Слишком уж Высокий урон У Ермака И слишком уж Низкие показатели Здоровья У вас Все За Ермака Мы тоже Затащили Погнали На следующего перса Кто у нас Там дальше А дальше У нас по-моему Идет Триборг Как раз таки Нажимаем Создать Выбираем Триборга Где он у нас Или подождите Джеки Брикс Да Или Дриборг Или Джеки Брикс Или Триборг Давайте сделаем Вот так Да Вот так вот сделаем И также возьмем С вами получается Джонни Кейджа Которого я сейчас найду Мне нужно только Фильтр дополнительный Включить Сколько там у него Атаки-то вообще Не помню точно Сейчас увидим Ну вот у него 14 тысяч атаки Запомним На будущее Так сказать И уберем обратно Фильтр Чтобы они нам не мешались Ага А Милинка И Шао Кан И Соня Блэйд И Джонни Кейдж Комбат Кап Удут у нас в следующей команде Поэтому погнали Вот так вот пока Каталькан Бог Крови Придатник Затании Смоук Триборг Окей Не знаю правда Что здесь Смоук делает Потому что он Мастер Единоборств А те двое из Внешнего Мира Хотя нет Подождите Таня тоже Мастер Единоборств Ну тогда Тогда возможно Частично получается Оно и Синергирует На половину Так сказать То есть Есть чистый Мастер Единоборств Есть чистый Боец Внешнего Мира А есть что-то среднее Между ними Интересно А какого у меня Мстительный Шинок Уже слияния Потому что я помню Что я его часто Достаточно выбивал Из паков Ну как часто Пару раз наверное Так Смоук Не Можно не будет Накапливать Первый спецприем У него Он очень мерзкий Ауч Хорошо что Не использовал Он его Не знаю Кстати почему Какие же вы Противные Ну серьезно Все Победа Да-да-да Молодец Молодец Я именно Поставил Первым Не Джеки Брикс А Триборга Потому что На Джеки Надо еще Надевать Молот Гнева Он уже Стоит на Триборге Поэтому я подумал А пофиг Будь стоит на Триборге У нас кстати Там это Алмазная Китана Если не ошибаюсь Из преисподней Странно Кстати что Алмазную Китану Сделали Китану Из преисподней Алмазной Наконец-то Загрузилась У нас Погнали В бой Когда же Уже Новый персонаж Хочу Новых персов Два удара По коанчей Понадобилось Всего лишь Ну начинается Сейчас Пожалуйста Не ударей Да засранец Он сейчас Заморозит Меня Потом пойдет Первый спец О Он не заморозил Мне повезло У меня сработало Сопротивление Заморозки Это конечно Проперло Это проперло Идем дальше Что там у нас Это последний Был бой Или еще нет Нет Вот последний Еще один триборг Вы заметили кстати Первый бой Был у нас Получается Триборг Серый Второй бой У нас был Триборг Голубой Сейчас у нас Красный триборг Я удивлю Я не удивлюсь Если следующий Будет у нас Желтый триборг Или он уже был Желтый Вы не помните Был желтый Триборг Три боя назад Или нет Так хитро Знаете Сделали То есть По одному Триборгу В каждом бою В каждом бою Типа я не замечу Здорово Красненький Спецприем Один отключен Это неприятно Но ладно У меня есть Молот гнева Если что Еще один Накоплю Если понадобится Против этого Против этого Не особо Есть смысл Ставить блок Потому что У него блок Брейкер Имеется Достаточно Высокий Шанс На него И экс Ну как высокий 20% Или тип того Все За этого мы Закончили Теперь можно уже Поменять команду На следующую То есть на команду Комбат Кап Плюс какого-то Чела Взять Следующего Рандомного Поэтому давайте Заменим команду И чудесной магией Монтажа Мы заменили Комбат Кап Суни Блэйд Комбат Кап И Крем Мансера Саб-Зиро Погнали Триборг Вот кстати Смотрите Четвертый Они специально Так сделали Вы заметили То есть 4 Триборга Были Только по очереди В каждом бою Было всего По одному Триборгу То есть сначала Был серый Потом голубой Потом красный И сейчас Желтый Ну или можно Сказать по другому Смоук Саб-Зиро Сектор И Сайрекс Хитро так сделали Типа не заметим Интересно Эти триборги Вообще хоть как То есть Относятся К этому Персонажу Которого Мы выигрываем То есть К Шиннаку А то я не очень знаком Так сказать С лором Именно Про триборгов Кто ими управляет Кто из них Сделал триборгов И Экс Ну и минус Сайрекс 25 тысяч урона Молодец Молодец Легко справляется Даже без молота Гнева С молотом Так вообще бы Разносил Все и все Получаем 20 душ Это всегда приятно Следующий бой Команда Кана Ядовитая Девора И Каталькан Как его там Темный Властелин Интересно Почему его называют Темным Властелином Опять же Не очень знаком С лором Именно Такими Косвенными Персонажами Лора То есть Почему Темный Властелин Все в таком духе Может это просто Знаете Сделали скин По приколу Как допустим Сделали такой же скин У Джеки Брикс Костюм Такой же скин Сделали у Я не знаю там У Мелины Вампирши Вообще Классно конечно Что они выпустили В конце прошлого года Мелину Вампиршу Как персонажа Активного Потому что Из самой игры Мелину убрали А вот то что Ее добавили То есть В 11 части Ее нету Вот В самой Как бы Мобильной версии Новые скины Добавляют на Мелинку Это очень классно Это очень прикольно Мне это очень нравится Так Неостановимый Джейсон Вурхис Фараон Ирмак И Карабарак Господи У меня язык Уже заплетается Последний бой Для этой темы Ну и потом будем Так сказать Финальную команду Делать Давай-давай Грузись-грузись Грузись-грузись-грузись И больше не грузись Погнали Опять Джейсон Вурхис У нас Второй уже Подождите Случайно Не опять Три Джейсона Вурхиса Была То есть Сначала Слэшер Потом вот этот Третий Был еще До этого Нет Тебе не поможет Чел Да 21200 урона Это получают Через блок Только такой урон идет А без блока Скорее всего Еще больше урона То есть Порядка 40-50 Кусков урона идет Без блока Все Давайте Заменим Последний Уже Отряд Так Ставим себе Я не знаю Там Нам нужно С третьего Получается Джонни Кейджа Найти Это алмазный Джонни Кейдж Где-то он тут Должен быть Валяться Недалеко От центра Да Вот он Здесь Возьмем его Ну и естественно В качестве основных Персонажа мы возьмем С вами Мелину Во-первых А во-вторых Шао Кана И Шао Кану Мы сейчас дадим Молот Гнева Потому что Он все-таки Повелитель его Ему надо его дать Так Держи Молот Гнева Ну и давайте Вот так вот Еще сделаем Не знаю Зачем Просто Пусть будет Ну и Следующий бой 58 тысяч Здоровья Ой Атаки у Шао Кана И 145 тысяч Здоровья Головорец Кана Пчелиная матка Дивура Повелитель Душ Ермак Восстановление Враги постепенно Исцеляются Да пусть лечатся Мне-то че Это предпоследний бой Уже у нас С командой противника То есть сейчас Предпоследний Потом последний Потом босс И первый уровень Сложности У нас будет Пройден Но это самый Легкий Нас впереди Ждет еще Один уровень Сложности Но его мы Пройдем Уже В следующей Серии В следующем Видео Я бы даже Так сказал В следующей Серии Как будто Знаете Что-то тут Снимаю Какой-то Сериал Окей Враг Восстанавливается Пусть хилится Мне-то че Так Ну и два первых Спецприема Просто заюзаем Без разницы Какой урон Это будет в любом Случай Ваншот Не-не-не Это без вот этого Вот Все Иди дли дудли Оставь себе Следующий Пожалуйста Шао Как всегда Говорит Не смеши Мои Перчатки И мой Молот Следующий Боец Фараон Ермак Ядовитая Девора И темный Рейден Самый сильный Противников Имеет 18 тысяч Здоровья Что для Среднего Уровня Сложности Ну для Нормального Достаточно Неплакие Показатели В принципе Пойдет Ожидаем Загрузки Давай Давай Быстрее Не тормози Мужик Наконец-то Загрузилась Очень долгие Уже Загрузки Почему-то Идут Ну пофигу Ну и все Первый спецприем Просто юзаем Ну вот посмотрите 16600 урона Это чисто От пинка Обычного Я уже не говорю Там от основного урона От молота гнева Какой идет Ну и естественно По традиции Мы постараемся Убить с вами Босса с одного удара За Шао Все что не может Пережить второй Спецприем Шао Недостойно Сражаться с нами В финальном бою Так сказать Если босс Недостоин Он недостоин Босс мстительный Шинок Наносит двойной урон От основных атак И его броня тени Наносит дополнительный Длительный урон От кровотечения Нифига себе Жестко Ну давайте Попробуем Ну он не Не выживет Скорее всего От второго спецприема Но мы увидим Так или иначе Шанс того что он выживет От второго спецприема Равен почти 0% То есть я не знаю Что ему там Может как-то Да нет Невозможно Мне кажется 0% По любому Да и наверное На высоком уровне Сложности он не выживет Я не думаю что он там Апнет себе Плюс 150 косарей здоровья Чтобы выжить От второго спецприема Ему надо хотя бы Соточку еще бафнуть Косарей здоровья Чтобы выжить От второго спецприема Опять же Так все Просто используем Пробой блока Ну и все Это труп Изи Молодец Молодец Шао Справился у нас Я бы мог конечно Знаете Выбирать там Каких-то более слабых персонажей Долго драться с боссом Но зачем Зачем Если они настолько простые Зачем усложнять себе Действия Получаем Шиннока Он у нас уже Четвертого слияния Учитывая что на него Еще по-моему Ни разу испытания не прошел Возможно Конечно я ошибаюсь Может я уже проходил На него испытания Вроде бы нет Соедините карту персонажа Чтобы повысить характеристики 18448 атаки 29700 здоровья Превращаются в На четвертом уровне слияния На четвертом я попрошу заметить Он имеет уже 22185 атаки И 35640 здоровья Если даже взять Допустим Того же Саб-Зиро Классического Классический Саб-Зиро При восьмом слиянии Имеет 24 по-моему Или 26 тысяч атаки А здесь При четвертом Имеет уже 22 Это очень круто Ну и на этом Мы будем заканчивать Мы прошли с вами Испытания мстительного шинока На минимальном уровне сложности То есть на нормальном В следующий раз Уже пройдем его На сложном уровне сложности А на этом С вами был Ник Большое спасибо вам За просмотр Удачи До скорых встреч И увидимся в других видео Пока-пока